А ведь ни Северная страна, ни Сибирь, ни Ямало-Ненецкий округ, хотя и Град выпал. Ого-го! Ледяные снаряды, величной стенсный мяч пробивали стекла машины кровлю, уничтожали на корню растительность и доводили до ужаса самих французов. Теперь, как сообщают синоптики, вся эта красота в виде холодного фронта движется в северные провинции Германии и на запад Польши. Так что не надо завидовать европейцам. Вот у нас тоже был вчера Град, но не такой уж гибельный, как у них. Можно вспомнить и августовский Град прошлого года. Тоже достался рязанским весем отнюдь не слабо. Сейчас погода имеет самый скверный взрывной характер, а впереди длинные выходные. Завтра у нас День России. Есть сведения от информпортала «Коммерсант», что на предпраздничный разгон облаков в Москве резервируется до 60 миллионов рублей. Как-то этот разгон на нашей погоде скажется, кто знает. Зато многое известно синоптикам, по крайней мере, на ближайшие дни. 12 июня в Рязани по области у нас ожидается облачная погода. Ночью дожди местами сильные. Днем интенсивность осадков чуть уменьшится. Местами пройдут коротковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха в ночное время суток 7-12 градусов, днем 16-21 градусов тепла. В последующие дни, 13, 14 и 15 июня, у нас также характер погоды будет циклонический. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами в отдельных районах с порывистым ветром. Температурный фон существенно не изменится. Ночью 7-12 градусов тепла, днем не превысит 17-22 градусов. Жаль будет, если дождь и хмарь подпортят визит патриарха московского и всея Руси Кирилл. Напомним, его приезда мы ожидаем в Рязани в эту субботу. Может, к тому дню и по нашим облачкам из пушки пальнут.